Всем привет дорогие зрители сегодня даю вам информации о породы собак. Бородатый колли, бирдит колли. Бородатый колли или бирдит колли, а в народе просто берди потомок шотландской пастуши овчарки. В течение многих веков эта собака средних размеров использовалась в Шотландии для охраны и управления тарой ави, стадом крупного рогатого скота и стаи домашних птиц. Этих собак учили самостоятельности и независимости, способности принимать решения, не ожидая команды хозяина. В первой половине 20 века бородатый колли был на грани исчезновения, но в 1944 году порода была спасена. Но даже сегодня эта порода встречается не часто, а популярность ее растет. Характер бородатого колли. Бородатый колли сильная, активная, трудолюбивая собака и замечательный компаньон. Это независимые существа, которые никогда не проявляют трусости или агрессии. Их можно охарактеризовать как надежную, верную, жизнерадостную собаку с яркой внешностью. Лирдит колли – универсальная собака. Они прекрасно могут жить в квартире в качестве домашних любимцев, или же быть выносливыми работниками, невзирая на непогоду и характер местности. Бородатый колли – идеальный домашний питомец, веселый, нежный, исполнительный, верный, с радостью выполняет команды. Это смелые, но в то же время нежные собаки, они легки на подъем и могут даже попроказничать. Верди отлично ладят с детьми и домашними животными. Они не выносят одиночества и скуки. Поскольку это пастушьи собаки, по привычке, они могут хватать за ноги людей или домашних питомцев, что должно вовремя пресекаться. Бородатый колли лает только в определенных случаях, оповещает о визите гостей, выражает радость для привлечения внимания, когда скучает. Уход за бородатым колли Шерсть бородатого колли длинная, пагода устойчивая, подшерсток густой и мягкий. От подбородка до груди длина шерсти постепенно увеличивается, образуя бороду, отсюда и название породы. В течение всей жизни шерсть собаки трижды меняет цвет. Чинки рождаются черного, голубого, желтовато-коричневого или коричневого окраса. Потом шерсть светлеет, становится серой или кремовой. И уже в возрасте трех-пяти лет окрас окончательно становится коричневым, голубым, черным или желтовато-коричневым. Шерсть собаки необходимо расчесывать ежедневно, чтобы не образовывались колтуны. Перед расчесыванием шерсть нужно слегка намочить, из пульверизатора, например. Купают собаку по мере необходимости, предварительно хорошо шуращусов. Шерсть Берди никогда не триммингуют. Дрессировка бородатого Колли. Бородатые Колли независимые собаки, которые действуют по своему усмотрению, но, несмотря на это, они весьма легко поддаются дрессировке. Эти собаки способны многому научиться, но им необходим курс послушания, поскольку они склонны к упрямству. Они успешны в пастушей следовой работе, способны выполнять трюки и очень послушны. Бердит Колли очень активная собака, требующая больших нагрузок. Таких собак лучше держать во дворе своего дома или в сельской местности, чтобы она смогла побегать. Эти собаки не терпят замкнутых пространств, им по душе активные игры с хозяином на улице. Поскольку Берди пастушьи собаки, привыкшие носиться по полям, им необходим простор и работа, которую они с радостью будут выполнять. Болезни бородатого Колли. Бородатые Колли подвержены аутоиммунным заболеваниям, дисплазии тазобедренного сустава, проблемам с глазами, склонен к аллергии и гипотерезу.